хотя бы бой дать просто первая карта это значит не то что пробуй это скорее бойня была вот так чтобы альфа уверенно прошлась по своему сопернику хотя бы в одной карте такого еще не было конечно на этом дипси даже поражение док чамп команде альфа носу не выглядел как-то уверенно как-то прям именно со стороны альфы надежно было да нет куча ошибок куча брака так ну ладно что нас тут и героем в спирит против шторма да точнее наоборот шторма добирают себе в войт спирита альфа не знаю не самое надежное решение быть может но в принципе если мы исключаем вероятность того что себе купит аганим вот спирит то вроде как на шторма особо большую праву нет в то же время на войт спирита есть у нас корр смеш который может ему дать silence и соответственно таким образом его подконтролить я так понимаю но вот тоже время в спирит это одна из короночек даже дэнди ты знаешь я кстати насчет короночек бы не сказал он умеет естественно на нем играть но у дэнди гораздо больше у него другие совсем герои квапа например да там какой-то инвокер когда-то был сф все все он какое-то время в бейтах спамил только войт спирита и квапу это понятно просто ну на войт спирите каждый уважающий себя мидер обязан просто уметь играть свое время когда queen например играл еще за queen secret долго и когда войт спирита добавили в cm когда он он кто он блистал на этом войт спирите и на тот момент мне кажется даже queen играл лучше всех вообще в мире на войт спирите он настолько сильно выступал на этом герое но потом результаты пошли на нет и команда естественно в таком составе не осталось все распались queen secret и правильно сделали всем стало от этого лучше кроме явара никто его не тащит на интернешнл больше войт последний бан сша последнее время ты фата пропал да как-то вот последний его залет это как раз помню финси же был если я не ошибаюсь а потом все как будто бы вот новости о нем прекратились опять сколько лет 35 лет да ну вот тундру то он собрал да понятно но не менее надо так рыбу берут себе бейт это конечно не monkey king на котором себя весьма достойно показал на прошлой карте с том банк ну ладно а вот здесь очень хорошо заходил особенно против рыбы так иллюзионист иллюзионисты пл против беста сложно стоять по игре норм по игре сильнее всех здесь ой не знаю мне думается что то родно очень чтобы чтобы про да вот попроще и как можно легче на стадии ленинга было может даже тролли какого-то и смысл брать опасно конечно но вот как будто бы просто линии хотя бы выиграть альфе надо дальше уже как-нибудь там разберемся курсы но похожего рода ситуация хотя если честно что то что что это мне не особо нравилось там с ларко то в его ультимейт в на было реки брать не знаю не шучу вообще кстати мне здесь реки нравится с ларко хороший просто реки ты вспомни патч вышел что он творил и кого же вроде порезали там потом тучку это поменяли немножко ослабили слишком много минус армора надавала да безусловно понизили это все а ну наверное самое ключевое изменение заключалась в кд блинка да там добавили аж три секунды на последнем уровне многовато ну короче то реки мару такой он жаль блин реки мару не то чтобы прямо часто появлялся он как-то на суппорта до залетал с этими дротиками а потом изменили дротики сделали тучку ему он начал появляться на кире сказали ой нет слишком сложно давай обратно айсрок и и все и теперь опять герой никому не нужен так ну ладно давай твои прогнозы то есть одно было дело там до драфтов да ты говорил что ну наверно бэйт а вот тут да и тут мне все еще нравится бэйт но мне нравится магнус с одной стороны лэйт очень страшного хотел сказать андайн увижу надпись у альфы другой стороны нас ларка не знаю сложно по драфту вот если две равные команды играли я бы наверное сказал что правым драфтом можно победить вполне особенно в поздней игре но здесь мне кажется ну будет просто помощнее сами по себе ну надеемся на я в принципе только за то чтобы у нас представители санга региона еще хоть как-то блистали хоть хоть хотя бы в северной америке пусть пульку где-то у них будет хорошая какая-то когда какой-то вас при какой когда статистика это сказать тогда в группе а то что-то как-то вообще последнее время у нас много игроков из снг улетела там кто-то в америку до в южную целая команда будет в северную залетела есть много лионеров в европе но как-то вот все как бы не то ну ладно поехали что у нас тут получается рунки да встреча за рунки раньше у нас на первых двух картах забирали бейт 3 руны делали ферстблат какой-то там здесь пока такого нет здесь чуть-чуть поспокойнее посвободнее андаинг встреча бракси страшно опасно сатоши окей руну здесь заберут ребята явно из альфы главный вопрос по лудину и как будто бы лудин настики есть на толку в этом мало кому фб хотят оставить как можно больше сатошику но увы надо им который до ресурсах будет который может напрягать очень сильно свою линию если я правильно понимаю это вообще четверка andine которая пришла доминировать на линии с ларка то есть чтобы магнус чувствовал себя комфортно чтобы рыба была нищей потом через лес камбекала любопытно вот я не знаю в дуэли sky клинкс кто посильнее мне кажется клинксу просто меньше нужно ресурсов чтобы напрягать sky а ты знаешь еще такая штука есть скорее всего пытались спрятать андаинга алифа подальше от этого бойника который ему вроде как должен разбивать лицо вот и поставили скаймак вроде как альфа постарались немножечко со стадии ленинга главное теперь только криточку убивать конечно не умирать сларка пока действительно напрягают ну то я смотрю что и у магнуса три крипа и урса три крипа нормально ли не поменяли но тут уже конечно личное исполнение решает насколько там хороши игроки как они могут не умеют крипов добивать но лейнинг то ужасный был у альфы две карты подряд абсолютно очень большое преимущество отдавали в самом начале а это как будто бы сразу срун начиналось да 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 нет sky что-то не терпит против боника плюс тут еще без мастер который тоже издалека поливается к нюками своими а там такая да штука его смотрю 0 армору по дефолту узкой мага против боника там сразу минус 2 становится в очередь самоубийство так вот вставать душновато я конечно линия получается но в этом-то и смысл как раз бон флетчера что с такими суппортами он реально может стоять комфортно линию создавать очень удобные условия для своей тройки поэтому фаника пока все вообще превосходно я бы сказал то есть у него 12 на 5 много динаев хорошо добивает 3 почков там урса 72 я вообще не знаю что делать ему пока это какая-то грустинка хочет корнукопию до пойти как-то может даже лес качать узнает а самое страшное что тебе на нижней линии не освободят быстро коридор да там тавр не упадет хотя вроде бы туда он даем пошел и ничего хорошего не будет то есть ощущение такое словно есть смысл даже попытаться три лейнку это поставить хотя на брут пошли в агрессию альфы на топе я только ушел с верхней линии сразу 100 монетом как прижали под душили окей ладно может быть и нет смысла 3 лайн тогда ставить если вы делаете киллы это компенсирует сильно ваш недостатки на крепстате служа это чуть ли не первая ситуация когда альфа по фрагам вперед вышли за серию если они еще и линии выиграют это вообще сенсация будет смотри фаника на топе прессуют замедление конечно есть на блэст кит нужен еще может какой-то клэп 5 секунд кабанчик один кабанчик 2 но с тапочком блэст кита может дамида дело дошло нет ничего путного для фаника не будет какая-то уж выживет вот это уже очень грустная история пока для бэйт потому что самый главный герой по крипам он он качался хорошо все было а теперь смерть и вот как будто бы подруинили себе игру сейчас бейты очень крепко то что стараются играть с позиции силы наверху молодцы альфа на развороте там бам бракси хочет убивать логин он перестарались стали ну ладно я думаю сейчас доволен должен быть стонбанк ввиду того что к целая пачка крипов ему придет подвышку лишь бы только не сдавили да sky у нас ушел ой слушал нашел рефилить бутылку для стила да а там на топе медведь так-то не очень себя комфортно чувствует это самое такое невеселое пошли ну как сказать нормально по-хорошему за то что он сейчас подошел к нейтралом надо пытаться его убивать было ладно может реально лог доберет пачку вот ведет куда ему надо когда вообще идеально так я не очень понял тогда зачем нужно было это пулить если вы могли поставить линию да где-то там под посередине грубо говоря и просто там с память маслом этого медведя ну ладно что у нас получается у дэнди m25 добитых крепочков 4 дина я ну шторма чуть получше в этом плане но все-таки знаете формат милишный кринжевик да на центре это какая-то база также хочу напомнить друзья о том что на сайте ну в store да в магазине но в store в москве физическом имеется ввиду вы можете получить скидку целых 20 процентов по промокоду дота 2 поэтому дерзайте одевайтесь красивыми будьте так на почту происходит стонбанк пытается рез и выбить сатоши больно очень неприятно пытается найти нам были стики поэтому все прекрасно понимал изначально сатоши это дело было гибло 23 и вот уже небольшой камуч со стороны бейт но это хороший лейнинг от альфа не переставлю удивляться как бейт умудряются так по-разному проводить свои матчи против одного и того же соперника но пики решают полагаю в первую очередь на на стадии лейнинг дэнди пятый левел бракси подловил есть топ а но это мы проходили до слушать еще со второй карты начал выбрасывать блэст кида похоже не пофиксил он свои проблемы за время действия перерыва ну а ником подождем на чем мы сегодня сколько сидим уже 9 часиков ну подождем еще как бы нам спешите уже некуда правильно это последняя карта где 9 там и 10 лишь бы только пофиксилась а то как ты знаешь самое тяжелое скорее всего это просто долгое время сидеть в режиме ожиданий просто в непонятках лагает у него не лагает про пройдет не пройдет на давайте посмотрим сейчас браке у нас убьют возможности вы пытается разменять павшего товарища ставится там бахил слушайте бракси ты вообще не убьют еще и руна инвизи достается господину стилу ой ой бенди заберет рону баунтин нам подушили немного дэнди мона и учу с фласки отхилится все будет нормально с бутылки смысле у стилла уже 6 вот спирита 5 с половиной получается стилл выиграл line не датворс тоже вы видите 5 сотен но дэнди дэнди очень нужен level 66 можно будет по карте побегать по под попытаться помочь команде там кучу паунсов будет будет рано разное количество всяких там приколов можно будет также знаешь залететь под какого-то беста под его 6 левел либо просто под топоры здесь интересно фаник себе делал статьи дано слева делал статьи вот как раз справа делает сейчас тома не нам помогает молодцы ребята то есть в принципе у фаника сколько у нас 2 600 там нормально будет побольше будет поприятнее все порой без там и того сложнее так слушай а тут один пошел за руной но в итоге за ним не стали гоняться рум он конечно не получил но тем не менее так есть пинга на стомбанка сигнал к действию атакуем уме шторма сложно-то будет нет рыбка там такая юркая да и дар факт и паунсу есть ты на самом деле даю тяжело есть такое дело что все телепорты доступны убейт поэтому по-любому будет какой-то такой save squad вроде как обошлось пока там нападение не состоялось там банк выходит крессирует дайте мне дайте мне вашу рыбку потрогать смысле птичку на нет восьмая минута забирает дэнди себе руну двойного урона но вот теперь как будто бы даже дата уже говорит дэнди ну давай давай гангай точно получится точно будет хорошо вот не точно будет хорошо . получится конечно а какой-то антанг слабенький сладенький такой тоже скаймак вот вали томбу ставят и вот сюда бы дэнди с рунгой вообще было бы классно и томбу сломали двух героев бы убили ну ладно нет значит нет другой раз вот не люблю я если честно дэнди за это вот он классный конечно парень да замечательная медийная личность вот на миде конечно чрезмерно пассивно как-то играет причем не конкретно в этой карте может быть действительно нет смысла сейчас куда-то выходить что-то делать я вот просто смотрю вот уже как которую игру все на самом деле я видел за этот тур и вот все время мне не хватает дэнди то есть как мидер я почему-то больше думаю о том что должен мидер сдавать темп игре раньше так всегда было сейчас наверное небольшое подразделение есть на тех мидеров которые более жадные и на тех которые скорее всего более активные да скажем так они максимально не жадные вот яркий пример наверно торонто токио был когда-то в спиритах которые просто там получают левел 6 идут по карте что-то делать создавать space вот дэнди где-то посередине то есть он и фармит не прямо хорошо всегда да и и как-то не хватает его участие где-то он разучился еще камбэкать практически после провального лейнинга нет него цветы зависит постоянно него есть лудин он пришел смог разбил заставил дэнди идти что-то делать где-то дэдэха давай лучше момента не будет позиция 100 манина есть а так присутствует сатоши моментально взрывается и ставится тому которую конечно же сломают и тут все достается лудина нам стон на 100 манин забирает kill лудин забирает tombo спасибо за ганги говорят дэнди давай иди брать вот такие ганги это не прикольная тема конечно это смещаешься теряешь время ты хочешь какие-то киллы заработать ну или хотя бы чтобы твою керри заработала так аурс уже бф через 20 золота приятно очень сильно ты знаешь ты правда это это действительно первый случай вот за всю эту дипа силе губ где альфа выиграли линию атака есть на такая окей под баланс или темтор сечка после этих слов бэйт ситуация пятерик тоже у нас по деньгам будет усланка штормецкий влетел быстро в лудина забрать 5 часа конечно не проблема так ну что ребят небольшое есть затишки вроде как поэтому напомню вам о том что на сайте бы двум вы можете получить бонус сто процентов первому депозит обязательно залетайте на сайт регистрируйтесь либо мобильное приложение если вам так будет удобнее и указывайте промокод dpc3 дэнди опасненько если сайлент получит да можно здесь встрять есть сайлент сайлент заканчивается дэнди моно не проконтролит дальше погорячились они с вортексом смотреть до конца бракси решил идти дэмжа не хватает он бы стоит в итоге дэнди до петушочек добивает а тут уже и проблема есть у лудина его тоже убивают тому сломали конечно но какой ценой ребят фантастика на экранах просто фантастика курса начинает разгоняться в ультимейт медведь нажал нажал это видимо он подумал что там рор щас у него пойдет не ладно на самом деле может быть просто блэстки долагает поэтому тут как бы всякое может быть ладно прогнали до урсу с линии где-то там у нас подставился на входе на свой баунти 100 монен неприятно бывает вышка на боте тоже страдает пытаются размен какой-то сделать альфа но альфа уже тысячу если что ведет золото ребят тысячу золота ведет команда это пока что это попахивает инвайтом во второй дивизион если честно для будет еще конечно пока рановато но вот что-то в этой серии явно команду может сломать или хотя бы надломить бомбанг куски отрывать кусманы такие хорошие хп сбрак си и того 13 минут игры позади им да есть вызов получается у нас блэст кида собирает он себе блинг дагер в дальнейшем ну а здесь эхас и брут энди но это на него нужно еще 400 монет где-то да в принципе хочется больше активности вообще эта карта никакое сравнение не идет с первыми двумя в плане количество экшена это верно а вот на тавр на боте забрали слушай можно рошана попытаться под шумок пускай магнус потанкует а медведь его побьет если альфа это сделают это будет вообще прямо хорошо да действительно идут классно и есть только проблема это рыба рыба идет наступление есть ответная штука ставят стомбан ультимейт сларк помогает на что дальше делать прыгает лодин не задавал тычку стил зато как много дэмэджа подмести флэйр его это что-то ненормальное было 2000 золото преимущество становится 100 монет забрал до руна мудрости еще н6 здесь тоже решил поковырять а что у нас там порошан чеку как как там не пошло да они даже не начали его бить просто видимо магнус сместился до то ли по дефать верхнюю линию то ли что-то еще бывает на судя потому что у него нет телепорта он пошел дефать топ иначе там фоник сломал бы т2 а идут все равно бит рошана курса там он готов он бьет зомби сколько-то потанкует бьет стаки блин ну как-то как-то тиммейтом больновато слушай рошан одного суппорта не прощает 2 тоже не простил почти нормально я ребят это отличная ситуация пока для альф 15 минут игры 3000 перевес такого никогда не было что будет дальше не знает никто вообще но хотят фоника хорошие тайминги знаешь так вот я была была такое против санкин гомес а там там на первой карте они много вели антре корни что над они штамм не там две было они просто залили первую точно 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 ты правильно да откуда вели на хай граунда они рано пошли не было такого чтобы они после такого начала победили это это верно да но знаете где даже должен быть тенди первым правильно с маке ветерую проиграл до 1 инт выиграл кто знает а вдруг после такого вот этот команда альф интернешнл играет ведь только мы что мы будем знать о том что все началось с бейт а я так спирит хайпил когда они были делу субмарин а это кстати не просто так ни разу не бру так погоди запрыгивает урса глубоко команда конечно рядом но поддержки не будет и желтая субмарина вообще классная была команда я вообще не спорю мне так было как-то не по себе когда еще была команда 404 эрор и там он был центр какой-то где слот отдали просто на халяву ребятам потом были переигровки да или что-то такое это по моему первые первые турниры к видна эра да ой залетел дудин хорошо дэнди продлевает отлично минус такая silence не будет уста тоже врывается выпрыгивает дэнди из-под ревиз полярите славно приходит фаник есть рор есть кабанчики да есть крип есть бешеное желание драться и вот стонбанк на месте это минус он да не должен быть хотя химится живет бракси как-то еще немножечко но он выиграл очень много времени до выпрыгивает из этого файта стонбанк два фрага сделали одна и другая команды я только не увидел томбу сломали вроде да а чё фаник зазевался а уже не важно так второй раунд начинается блэст кит если что у него две жизни есть нападение есть на сладко старка опять же выпрыгивает старт очень юрки минуса едис но это еще не конец там будет гарпун там будет сюрж буквально несколько мгновений нужно но все что мы имеем по итогам этого боя друзьям 2 кило сделали бэйт это понимаю два кило тоже сделали альфа просто у у меня файты капкать неполноценные суммарка 3 там же едешь на 3 сделали а 3 давай просто очень сильно сломаны файты кап меня даже там без того не показывал да нормально просто видишь учитывая что именно альфа ведет пока что в этой карте они еще с меньшей вероятностью куда-то полезут не такие ребятки хотят победить естественно и будут зажиматься будут давать инициативу и за такое могут наказать я вижу смог альфа пока что не хотят соответствовать стереотипам и себе не зажимаются не встают понимаю что они сильные они горячие им надо идти пытаться дальше что-то придумывать у них есть все для того чтобы сражаться может быть только какое-то обоснование это если бы вы захотите дофармить я вот вижу митрил хаммер выход в башер от урс то есть никаких блокинг баров не будет тем временем полагони мостом банком и ну что было 4000 золота я помню за альфы стала 2 вот опять где-то мы такое уже видели начало да очень напоминает первую там где бэйты вели там конечно сильно больше было но беда в том что я не совсем понимаю как камбэкать бэйтом то есть я понимаю blade перспективы сумасшедший сларка но вот все остальные герой как будто бы немножко не пробкам бэйки атака на центре есть зацепить дэндимона нет не так легко у него еще один астрал степы имеется в запасе а вот то что фаника убили на топе это уже очень круто сатоши рп потратил пытается тп сделать но тут паунс отличный врыв был от стонбанка это минус сатоши товар над ботика на сломать конечно конечно но вот появился огонь ему сларка туши ну да да похоже что действительно если кто-то и может камбэкнуть эту игру для бэйта это будет стонбанк остальные герои еще и фармят довольно посредственно до бестмастеру никто там стаков уже на таком этапе игры делать не будет вот спирит он не успевает этими ребятами на миде группировочка пока от бэйт теряли они свой товар на что-то как-то там пока собираются вместе пытаются я не знаю что там сабли сейчас доберет обратно себе с ларкдаун его раскладывал ее раскладывать для того чтобы купить аганим побыстрее вообще остановились команды просто ничего не пытается делать ну я так понимаю там немножко дали по ушам команде альф поэтому они так давайте-ка зачеремся немножко дофарминг какие-то слоты себе чтобы уж наверняка и вот потом пойдем куда-то в бой да в итоге бы широчий курс добрал на шторме я вижу только санжинкаю свеженького и похоже то это она да дэнди не лучшая цель чувствует чувствует этот вот опыт конечно игры компетити в сцену спасает пока тэнди хорошо в лес идут вражеские альфы тут внезапно рыбы есть просветка но опять же dark pack работает dark pack тайминги сбивает опять да вылетел медведь это понимаю а нет теперь теперь не медведь бывает лагают но ничего от этого только ценность победы еще сильнее возрастает что игра затягивается 21 минута игры 3000 перевес вот 815 как будто бы это все ни о чем то есть в глобальной перспективе 3000 это не так серьезно до 815 это не разрыв какой-то ты сидел тильтовался по счету да к дашке вроде бы у всех плюс минус нормальные но отлагающие интернета это не нормально конечно факт можно сказать игра у нас в нуле по сути потому что 3к это там ноль артефактов это все деньги в разных героях возвращается пути а нет возвращается к своим исконным проблемам каким-то такая пакеты потерялись ну ладно подождем но вообще вот этот момент когда сларк задоджил ганг да это же отличная возможность для бейт попытаться пересобраться сейчас мыслями и пойти как-то смог разбить контратаку провести либо в целом обсудить вот знаешь вот этот таймер стоп да ты ты вроде бы и не играешь ты можешь немножко под расслабиться но есть напряжение которое витает в воздухе потому что вы там проигрывать какое-то количество до золота и в принципе в игре напряженная обстановка и вот это время это идеальная возможность обсудить парни нам надо расслабиться все хорошо обсудить что мы должны делать дальше потому что старик огромный он реально эту карту может выиграть я пока не совсем понимаю как убивать ларка так чтобы вот прям без шансов то есть это должен быть какой-то engine сил скорее всего это надо как-то его подловить там на внезапной атаки в какой-то хекс может быть там будет уж тарма рано или поздно либо через vortex как-то но иначе не знаю атака от штормецкого есть поддержка тоже от сатоши это минус 1 1 продолжает умирать это уже восьмая его смерть сильно больше чем у любого другого на 5 space it получается ведь лучше меня чем коров ну это да на space это пока мало похоже он рунку хотел подконтролить чтобы дэнди было полегче чё-нибудь еще такое сделать но бывает окна блок или смещение идут смотри нападение на такая ответная также врыв от стила дэнди ттп уже почти сделал и собираются вместе здесь бэйты а что происходит это контест рошаном потихонечку стартует звезда а может основной таймер закончился и дополнительно 53 секунды ну кстати вполне может быть дан оба вская добились от которого был хп но сразу же на там манты да становится похоже на байт да потому что дэнди без кнопок остался и дэнди сейчас заберут ой слушай так это печаль к так то хотелось бы еще кого-нибудь но шторма 0 маны поэтому продолжать здесь бессмысленно есть смысл закрепиться как-то в рашпите на аршана нет им сейчас не повезет они подумают а ладно чё рошан на мертвый go пойдем похилим ся как раз там ресницы дэнди следующий раз фаник стопа придет тоже фаник слова делает себя алебарду я так подозреваю да либо такая сэнш либо это алебарда будет но вообще как-то медведи надо задыкать к сэнш нет уж наверно как алебарда ну а честно что выход в аганим какой-то но в этой игре это конечно сильно не нужно блин бесполезно стоит вот сейчас рядом с рашпитом рядом с соперником он здесь вряд ли на что-то претендует вряд ли получится прыгнуть например взорвать и забрать аеги с себя хорошо основан подловил возможности бел такая 500 голды кстати заработал крутяк так-то 100 голды на халяву на секундочку так у нас получается что сыр достается медведю а а едис отдали шторм спириту не очень удачная позиция у господин сатоши у него будет блин через секунду да успел хорош он такой злой был стоманин очень хотел нажать кнопки но и кстати говоря вот это вот сборка да у стоманина где он прям явно светит да что собирается биорчат мало ли вдруг конечно кто-то потом еще не понял да вы прошлым играм но а вдруг это должен быть намек на то что нужно как минимум стилу купить какой-то себе линкин сферу и ул бкб диспел одним словом или защиту случае линку линке дэнди хекс поставил кстати кибай прикольно но у него у него своя сборка какая-то такая вроде бы с одной стороны немножко метая с другой стороны то что прям кровно необходимо в ближайшее время иначе будет беда дэнди дэнди опасно доджет ганг по итогу стил ныряет находит все таки фаника будет ли какой-то вижен да вижен есть дасты нажали стонбанк вернул кстати урса очень огромная проблема приходится бкб нажимать сыр съедать кто он бы стоит стонбанк выпрыгивает в это же время подвозит стоманина не получилось даже одного героя альфы забрать коллектива боит ну вот неплохо сыграны как будто бы да два фраг сделали есть на а нет варианта сломать 2 нет в том-то и дело что продолжение никакого просто фраги ради фрагов небольшого количества голды небольшого количества экспы но все равно все равно это все еще не позволяет куда-то выйти позволяет что-то забрать поэтому игра продолжается почти полчаса позади и это конечно карта на фоне первых двух смотрится значительно менее зрелищный но это вот та самая карт которую ведут альфа не что-то игра первым номером такая от них ну это очень скромная игра первым номером да ничего не поделать они опасаются того что очень больший сларк и реально старик может всех порезать поэтому я вообще не удивлюсь если мы вновь видим там карта на 50 минут и допустим вот на тот момент времени старик станет сильнее и это еще там минут 20 его потом выиграет вообще доту просто у стонбанк там вообще левел это понимаю 25 плюс на героя догона 80 сразу ради бога хозяин варен никто же не против лишь бы только выдержки хватило и кажется они сами против вот я про это как раз да просто играть такие долгие игры это очень утомляет тем более что профессиональные игроки они же довольно много сил тратят даже на одну игру это не так что ты зашел там бахнул какую-нибудь баночку до чего-то светлого и и все и ты развлекаешься мыслительные процессы и все все в этом духе это очень много сил отнимает как она сказал да поднимать рейтинг не надо играть много папа сыграть 34 в день когда ты максимально сконцентрирован от правда да это действительно так после там трех игр у тебя уже теряется фокус и ты уже начинаешь тильтовать какую-то ерунду делать а у тебя на 10 час эфира потерялся фокус ну как тебе сказать по моему он потерялся раньше где-то ну что поделать мы тоже уже просто чуть-чуть подустали как и все кто с нами самого начала я уверен вчера ночка сегодня . и вот такая у нас третья серия на закуску как оказалось самое напряженное непонятное чтобы мы вещала беды скучать захотели просто вот ребята нас заманивают дать не могут пустить про следующее включение северной америке аж там через день нападение на сларка сларк не успел кнопки нажать сларк вот это страшно вот это очень страшно там все еще есть две жизни на шторме над ломать мид идти ну смысле т2 идти на хигра он пытаться бить конечно пуш потенциал там вообще мягко говоря не очень магнус почему-то не с командой магнус что-то там пытается в соло дефать отпушивать я не знаю по итогу он просто видит сейчас будь он с командой они бы реально пошли уже в урса бы регулярно под бафом бегал он бы обновлялся вот это кстати неприятно потому что вот этот момент это это стопроцентное сейчас возвращение да конечно на хиграунд иначе фаник реально сломает вам там базу это все не нужно до столов не хватило ладин уходит на телепорте обидно на два кора понятно куда им там даст и откуда их взять неприятно заканчивается время действия едисом и по итогу 7000 только всего лишь перевеса за альфы могло бы быть больше до 100 манин как он играет близко так вот аккуратно vision так ну ладно решили закрепочком пойти кстати и бисал появляется блэст кита вот это как раз тот самый ресурс который можно будет убивать славка если сейчас можно смело сказать что это повезло просто до что engine сил как-то он не успел среагировать нажать кнопку теперь реально есть опции но только нужно вернуться в игру это самое обидное может быть для альфы знаешь когда ты вроде бы ведешь 7000 у тебя невероятно тяжелейшая в первую очередь морально тяжелейшая серия и тебя постоянно дропает и ты не можешь вернуться а если еще и с концами уйти то это вообще это мега тильд но будем надеяться что ребят все таки все восстановится возобновится то что игра очень интересна вот прям без шуток реально я думаю многие пришли сюда смысле о том что дачу до бейты сейчас вообще этих пацанов развалят налево-направо не фанаты бэйт на каждый матч так приходит сейчас они развалят пацанов направо-налево не ну я и так же думал до значит поехали интересная штука да интрига витает воздухе есть блин кистей бисал что магнус алибарда блин собирает манта стайл стримецкий все еще в линку думает он бкб себе купил поэтому в принципе мне даже больше нравится бкб нежели чем линка это уже потом на случай хикса а до хикса кстати дэнди немножко осталось 1000 с чем дэнди 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 все читает игру к открытую книгу полетел шторм нападение на сларка до через и писал ой хорошо все сделал блэст кит нажал бкб жку нажал бкб также и стил правда ради но это дабл килл и самое страшное что нет у рыбы байбека да нет байбек тоже здесь не особо помощника если он выкупается он ломает себе полностью экономику но так проигрывает турсию уже 4000 почти большой слот и заход все-таки состоится у нас на хг такой проверочный но там не наблюдаю я глифа поэтому т3 то упадет ты знаешь и бараки можно пушить возможно глиф тоже не будут нажимать понимаешь что все равно сларка не успеет появиться и будут держать его на вторую сторону уже там на зале издатной смерти сларка да так страшно да да вообще не страшно это ты правильно подмесил там дэхо правду дэнди дэнди идет ломать строение а ну и поехали навалились ух а там глиф под пошло не пошло в две стороны против одной может получиться паник пока бэха заканчивается роран пытается замахнуться но в браксе не хочется а вот например магнуса да еще и прыгнул медведь такой тайминг поймал ужасный в это время данька орудует по строением он сломает верхней либо лечить либо пушить надо сейчас команде альфа вот других вариантов нет потому что все они стороны потеряли как будто надо оставаться и что-то дала мать значит этот размен вообще не имел смысла так как они не так много с этого вынесли нет это выгодный момент для бараков и конечно выгодный да это это потрясающий момент но про драконом не обязательно видеть было но он просто это perfect control так сказать да но окей интрига все еще витает в воздухе друзья я бы ни разу не сказал что после вот этого залета все альфы гвп 100 процентов победили 10 тысяч такое не про не не проиграть да нет еще как проиграть конечно вы не видели что ли вторую карту или какой там первое было при 15 царей там пролетели быть ну потом была история с рапиркой и столько же альфа проиграли по нормаль нормально эта серия про камбэке серия как жизнь это больше чем жизнь ну что он под зажались до альфа чем нет кнопок страшно не видим соперника эти кнопки есть кстати я не прав рп есть все есть ну что поехали еще смачок первый раз не пошло со второго точно получится гриде не дэнди и у него появляется секс если что это вот как раз очень важно потому как долинки дело так и не дошло у шторма вроде если они дошло только сейчас прилетел кстати о папа героев видим урсу напасть первым не успел за хиксовать хикс пока бы улетел по итогу драка продолжается потому уже не видно для бейтов даже без рп они пока что драку выигрывают альфа посмотри там очень битый войд погиб течис а не доллар по то что в сайленсе был как-то долго дам он доставил не нажимал ну да наверное не сразу обратил внимание что там пошло не по плану самая неприятная история которая сейчас будет для быть происходить это появление второго рошана пожалуй еще нет не серого третьего это же третье уже рошан да с аганимом здесь я бы шторму отдал а какой у него 21 сложно просто у шторма очень хороший аганим но после 25 вот на двадцать пятом этого это реально бомба а так но на самом деле ладно ты прав можно под ману а турса с battle fury у тебя шикарные таргет получаются плюс ты уже взял 20 левел и талант правый соответственно я просто еще подумал знаешь на мгновение о том что было бы классно все почему потому что нужен какой-то ответ на хекс чтобы ваш дэмош дилер мейновый так сказать не умирал за за одну кнопку а нет бурста то есть это не тот урон который позволит его убить за одну кнопку надо сильно ошибиться и надо чтобы команда вообще не рядом стояла а там ведь есть on dying похилит если что-то магнус как-то наоборот удобную позицию займет до если ворвутся в урсу уже верно да конечно с одной стороны чейнстан какой-то может быть секс контроль дальше за счет бестмастера такое то есть либо вы сразу убиваете моментально либо вы не убиваете без вижена что-то что-то как-то медведь пешком решил идти на такого героя как воник наверное блин был в кулдауне пару секунд а медлить не хотелось он еще это клэпнул неудачно на самом деле он наверно хотел сразу клэпнуть в модельку героя врага а получилось так что в сторону сначала потом пришлось пешком доходить такая что же потеха заметил да мы как-то мало внимания уделяем тормянтором рунам в этой карте играет их вот на этом круге я не знаю их не то чтобы сильный как кто-то закон контролит убивает вроде как и что то есть 20000 ребята чё там по вероятность победы 20 процентов на камбэк бейт после поломанной линии и при наличии а едиса сыра и такого перевеса даже дота болеет за даньку когда еще побеждать если не сейчас просто вообще 20 процентов вот я поэтому и так удивляет что но сларк наверное потихонечку лейтгейм выступает и вот рыба казалось бы такая окна что смог поехали возможно сейчас последняя драка нас ждет если убыть не получится что они решаются выйти встретить соперника до захода на хг наверное это правильно все таки не дать магнусу занять комфортную позицию до попытаться напасть первыми чтобы выбрать цели самостоятельно но альфы и не собирались подниматься дальше будет нет права на ошибку баев тут вообще не очень много но благо как сказать у алипы 0 бейбеков есть если что у бейт хотя бы три о майнкорах под вардом вышли ребятки из альфы дэнди в позиции скан есть осел тмы хах все четко читают все понимают жили не пойдут но с аегисом но надо идти сыр и аегис и просто куча лишних денег что возьмите и поедите ну что интересная позицию фаника конечно стык можно дальше откидывается топориками тяжело тяжело очень бэйтом безусловно так слушай так а все да то пары уже не дэйфит крепочек тоже не спасение по пришли поставили том бы просто лупит хг прямо сейчас альфа что нас по таймеру минута еще в запасе аегисом плохо стоят альфы по мне как-то можно на миньоре запрыгнуть сюда до опасная история миньора вывозит самостоятельно ай-яй ладно так точно нельзя делать так дэнди прыжки от ваш пера удара стул банк порядке хилимся нормально в ульте бегаем дэнди легко тоже не взяли кнопки он не тратил есть рор есть рор в урсу там глимер кейп еще и венрейдж да на это печаль к стонбанк работать пытается сайлент сдали нужна манта дожмет ее конечно магнус вывести не получилось героев суматоха какая-то хаос но самое главное что все еще при своих силовых позициях альфа и это будет минус верхняя линия остается то всего ничего два барака нижняя без т3 да гем есть все есть сейчас там можно подождать 10 секунд и в принципе со спокойной душой подниматься позицию пошел занимать дома не напасная штука паника вывезли паник паник отправляется таверну заканчивается в это время и дискек сдали дэнди дэнди опасно стонбанк рп есть на развороте богатым джа дэнди умирает ббк у него не имеется фаник выкупается минус также минер но лодин тоже не выкупится фаника после боя можно взять до рыбы уже выпрыгнул покупался повезло сейчас что не смог сатоши увезти его на за фаником все равно погоня продолжается урса бьет усопить пока не может снова может и это фиаско кубая это гага это альфа зарабатывают первую победу да ребят приближаются к второму дивизиону вот это явно то чего никто не ожидал когда видел сегодняшнее расписание его участие знаешь это карма это карма за первую карту я это так могу назвать вот не выиграли первую видя 20 тысяч на 30 наказаны в серии альфа красавчики что ну не бросили играть первой карты не сдались рано на показали что вернуться в этой игре можно практически из любой ситуации такую героическую я бы сказал победу одержали они как минимум не уйдут с турнира там 07 это уже дорогого стоит для новичков первого дивизиона да честно говоря я думал больше даже о том что хорошо если они карту заберут у кого-то да то есть не в сухую при том что это состав который ну в принципе не играл друг с другом и какие-то друзьяшки сатоши и вот я думал что ну серию наверно нет а вот то что карту забрали уже как бы успех на этом нужно и закончить нет альфа вот пожалуйста